привет друзья я тут рядом никуда не прячься просто и так мое лицо уже во всех этих видео поэтому поставлю вот так и давайте еще поговорить правда не музыка ничуть мешает но я так посмотрел записи вроде не слышно поэтому быть только меня слышать надеюсь вот это богатство это можно сказать результат моих действий давайте вот сейчас про это поговорим значит моя история с санаторным руководством продолжилась и тут явно вижу прям такой хороший урок и тему для размышлений при том и в этих размышлениях я не буду ставить точку не и не буду говорить как правильно что я вот то что сейчас скажу я примерно в таком состоянии нахожусь значит смотрите закончилось то что я вам рассказал тем что я поговорил с директором санатория такой димаев что лифту 33 брата чем они санаториями руководят на то есть некая такая династия и уже некоторый такой взгляд можно сказать стандартно общий если трех взять наверняка это некая тенденция против которой я начал выступать значит он что при встрече дипломатично как говорил все записал то что он пообещал поставить графин молока чтобы это было мне в номер шампунь чтобы выдавали что-то еще но вот это основное и ну подумай там по другие вопросы которые поднимал вот понятно подумает это не о чем вот ну думал что то что он записал это у него перед глазами он это сделает шампуни я не дождался в тот день вчера и сегодня и в итоге начать я увидел на улице подошел и говорю как насчет шампуни то а я забыл да тут же звонит и по телефону дает команду и мне вот эту кучу принесли это мне опять напомнило ручное управление нашей страной когда от одного человека зависит произойдет что-то или не произойдет при этом мне сделал такое замечание такое нравоучительное вы там в столовой как-то он сказал вели себя беспокойно но как-то чем типа можно было это все ну как бы ну типа не выступать я уже перевожу он дипломатично сказал спокойно попросите вы бы свои вопросы все решили ну вообще-то это не мои вопросы а наши вопросы тех посетителей которые сюда приехали ну окей я принял его такой совет это мудрость да вот но при этом это разное понимание ситуации мое понимание ситуации что я потребитель я заплатил в том числе за шведский стол приезжаю а тут столовое самообслуживание это обман и я пытался покачать права при том я понимаю что и другие купили шведский стол питаются теми объедками которые нас кормят поэтому я считаю что я прав и это моя такая как бы четкая позиция правда у меня он себя считает хозяином он себя считает таким ну не знаю повелителем которые ну вынужден выслушивать всяких таких можно сказать нервных гостей их сбрасывать но как бы их негатив сбрасывать решать их точную точечную помните как путин точно мы решаем вопрос мой вопрос решить все но в целом хозяйство его этот не тут мини государство вот это мини государство работает по прежним принципам которые он установил все когда не спрашивал кто мини установлю я а кто режим а кто почему не возвращается или компенсируется пропущенный обед завтра клюжность человек уехал в этом на экскурсию ну а чё я должен за ним следить что ли его такие слова как я как я слежу значит ну то есть это его логика его позиция если я поднимаю вопрос он со мной решает если всех это устраивает то не надо я просил убрать вот просил убрать вот это объявление вот прервалась запись звонок настойчивого человека ну потом подумаю что это было но очень продолжаем значит я просил убрать объявление где вот он так себя позиционирует что как бы кто пропустил что упал то пропало кто пропустил тот сам в этом виноват да объясняя что там у него расходы но у вас ваши расходы вы же многократно продукты применяете ну то есть сейчас я не буду все это пересказывать короче после этого я пошел в столовую там мне та заведующая женщина которая оказалась наемным сотрудником говорит вы же хотели поговорить с руководителем я уже говорил с руководителем нет тут с руководителем столовые а грунт давайте давайте сейчас поем приду вот мы оказывается тут кабинет нет уж мы с ней говорили так это на лестнице практически кабинет метам рядом то ли жена то ли бухгалтер все так как свидетель что ли я начинаю говорить при вот с какой позиции вы готовы со мной разговаривать как предоставил тот кто представляет услуги а я потребитель этих услуг как предприниматель который должен платить налоги выполнять требования там роспотребнадзорами здраво и так далее или как человек который идет по своей жизни духовно думает о боге и грехе и так далее вот но я готов в трех вариантах поговорить хорошо давайте поговорим не буду пересказывать весь разговор но разговор примерно так строился я пытаюсь доказать или сказать что то что они делают это но не мягко говоря некрасиво это обман и это не шведский стол он говорит а что это это есть шведский стол ну вы были за границей нет несколько раз он не врал да но могу предположить что бизнесмен который как он говорит несколько гостиниц построил в плане общепита ни разу не был за границей но это же вранье он взрослый человек не соврал но хорошо допустим не знает ну это плохо что вы не были до ночные но я могу рассказать что такое шведский стол расскажите ну то есть он как бы такой вот меня так на дурачка типа чтобы я опять как это пар спустил и как бы все все бы это разгладила я начинаю рассказывать и он все мои доводы разбивает тем что а люди там все нравится я ему говорю что детям нужно молоко не только с утра но и в обед и в ужин он мне говорит а вот знаете мне старичок как-то иван петрович условно говоря так он уже пять лет сюда приезжает игры причем тут старичок это что-то доказывает это говорит о том что детям не нужно молоко зачем вы как бы переводите стрелку до разговор то опять что-то говорю только всем нравится вы вообще-то первый кто поднимаете такие вопросы соврал мне опять потому что я сам видел как люди подходили возмущались салатами всякие вот этими до проблем и наверняка в другой сезон то есть были такие как я ну может быть я я более настойчивый да но тоже это лукавство ну как ты единственный вот значит и он мне все сводит к тому что так мы ваш вопрос зарешили было молоко будем давать и говорю но подождите шведский стол это мясо это выбор фруктов это начал рассказ что такое шведский стол где у вас мясо где у вас фрукты где у вас это то это знаете но у меня нет бюджета на такие вот такие сказать вкусности если я и вот это все буду закупать и даже если молоко я буду ставлю в обед и в ужин мой бюджет поползет и мне надо будет сокращать тогда расходы на персонал то есть кого-то уволить типа видите принципе он прав потому что если у него дается на все там ну не знаю тысяча или сто процентов да и он их распределил то есть я прошу чтобы поднять качество еды значит он должен туда перебросить проценты а эти проценты денег значит кто-то меньше получит зарплату или кого-то на сокращать игру но ведь вам бюджет это дает ваш директор с которым я говорил да но значит надо с ним поговорить джину не хорошо некрасиво вы же одно и то же там одни и те же макароны и так и так и так нападаете и и все остальное но это же ну да вот этом есть определенная проблема тут мне сколько дает николай васильич да ну так я их распределяю поэтому тут я в какой-то мере тоже зависим поэтому все что могу из этого бюджета я делаю но опять он переводит вопрос в то что но а чё вы как бы за других то беспокоить я тогда ему объяснил концепции служение себе служению другим вот ну понимаете или мы даже вместе подошли к тому что люди не требуют это потому что не знают к сожалению как это происходит или как это делается других странах у них нет денег хотя по большому счету деньги те же самые даже тут бывает дороже чем за границей но они трудом по каким-то причинам не летают не ездят соответственно не знают они привыкли что дают то вот вот они едят на один пробудившийся мне там был я там раз когда мне перенесли на ужин молоко он такое увидел о а где молоко ну что видим тоже так мало команд говорю вон спросил это администратора он побежал искать но если бы он не увидел у меня молока он бы не проснулся он бы брал то что есть вот этот сок какой-то из из пакетика еще там что-то ну то что даю а тут он увидел не огонек такой о а где молоко а как оказывается можно я говорю ну да вон там иди спроси и он пошел шустрить вот и потом еще говорили говорили и я понял что проблема в том что и а ну в итоге мы поняли что или пришли к согласию то что но народ из этого не требует если их устраивает зачем как бы копьи ломать если дело упирается бюджет бюджет упирается в директора директор тоже во что-то упирается там в какие-то не знаю там коробочки там или платежи и так далее то есть у всей этой цепочки этой системы есть резонные основания и пока не поменять основу или в систему не сделаешь локально лучше и такие шон примеры быть приводил готовить у меня тарелочки маленькие под второе потому что большие поставить они полный накладут от жадности а потом все это выбрасывается а мелкие вот как бы имеет именно так это типа худеть надо потому что тут больше половины люди приезжают больше ста килограмм такие туши все эти не все но лежаки постоянно ломается потому что они устают такую ношу таскать да и потом хрязь на этот стеллаж а он бедный он не рассчитан на такой вес и потом они идут разбирается в это в ресепшн чувастом стеллаж эти на эти лежаки ломается ну я смотрю на него там где-то 120 130 килограммов ну почему бы и почему бы не сломаться от такого веса тут тоже еще так вот посмотреть нужно ли мага кто-то говорит зачем у нас так кормить и мы обжираемся то есть люди спят они видят много еды и считают что нужно орудовать ложками вилками тарелками и нажираться потому что это оплачено бесплатно хоть еда еда фиговая много много и по своей можно сказать привычки короче наедаются и вот так и мы с ним пришли к тому что уперлись то что а кому это надо вот это вот все улучшение кто-то об кроме это вас говорил нет вы поднимать такие вопросы которые ну народу то это нужно их все устраивает они приезжают а по много лет сюда это благодарят нас как у нас все тут здорово вот никогда не было таких замечаний и вот вот этот момент меня возникло вот это вот чувство что а не борюсь ли я с ветряной мельницей или с мельницами и стоили стороны подошел потому что но дон кихот как вы помните он там пытался сделать людей счастливыми ну и это многие другие такие романтики пытались что-то сделать для кого-то кто это вообще не ждал и даже не думал вот а если им это дать с другой стороны помните ситуацию в китае где один китаец вырос бедной деревне стал богатым вернулся в деревню построил всем богатые дома и они перегрыли здесь между собой земляки его у кого дом лучше стоит больше меньше у кого там чего менталитет не изменился изменились условия спалить по они получили блага и тут же начали делить ругаться и так далее стали врага а жили до этого в бедности и в радости по-соседски то есть тут вот сейчас выложи там красные икры и все это каких-то там но вкусности до деликатесов но что будет дальше вот и еще я вчера смотрел на пансионат на санаторий точнее именно как мини государства мини россия где есть тут и таджики есть кстати таджики которые вот олимпиадам встречались олимпиады и и выгнали из таджикистана уходи отсюда ты не наша здесь тут мы таджики живем это бросила квартиру не смогла продать уехала просто вот с чемоданом теперь эти таджики переезжают сюда зарабатывают улыбаются пытается там подзаработать быть добрыми а там они не были добрыми так вот кстати так вот здесь и таджики тут есть инвалиды ну за инвалидов скидки там по налогам если кто знает вот есть простой народ вчера просто и сел читать на скамеечке на улице женщины и к одной прачки белье собирать как начали матюкаться между собой я мне пришлось даже подойти и сделать замечание они притихли на какое-то время там опять начали орать дойдет администратор это уже другой слой тоже чиновник это народ это чиновник говорю посмотрите что такое вообще невозможно тут сидеть и читать они пошли резко их заткнули они разошлись есть чиновники администраторы есть там партия есть заведующие есть директора столовые и санатория у директора санатория есть еще даже какая-то с недвижимость своя на территории вот то есть все все как положено все по понятиям потают по той системы которая существует и наверху мини пирамидка там большая пирамида здесь маленькая пирамидка и вот этими словами какими-то укорами наверное нет я ему напоследок вот этому директору столовой сказал ну смотрите если завершать наш разговор на такой духовной ноте да то а я им до этого говорил что в что сама ска пришла в рекламу что когда закончится жизнь многие поступки уже нельзя будет исправить поэтому вот я говорю что сейчас вы можете сделать для людей доброе дело и это зачтется и когда я уже уходил говорю вот возвращаясь к человеческому к общечеловеческим ценностям хотя бы графин молока попробуйте сделать потому что ваш директор записал это мне кивнул что он это сделает значит вы можете сослаться на этого беспокойного человека на меня и спросить у нее может ли выделить дополнительные какие-то средства чтобы это молоко было как и полагается при шведском столе ну он и конечно покивал что-то так дипломатично понятно это все он ситуацию разрядил мои все вопросы решил остальное как бы ну дальше это его дело я ему дал наметки я дал ему некие такую мысль да а дальше как он с ней распорядиться это его дело и уже после разговора я шел и думал ну вот да вот мне как бы некое такое достижение да а с другой стороны а почему вот эти достижения должны быть у других за счет моей активности ведь каждый из нас развивается сам сам единолично да я могу всех взять сказать не хотя есть вариант но ладно не будем сейчас это обсуждать но по большому счету я могу всех эй стройся раскрыть сознание раз-два идите вспомните что вы люди что у вас есть права что у вас есть потребности потребуйте себе вот эти штуки нет соответственно это как пример конечно это это образ да не обязательно шампуни что-то еще своей жизни для этого человек нужен должен себя осознать не рабом не слугой а человеком и естественно требовать и у обоих этих директоров санаторий и ресторан вот такой посыл не спрашивает мы не даем игра как же на западе там вот эти шампуни лежат если человек потратил они положили если не тратится она и лежит но предложите если вы называетесь там шведский стол с вас санаторий такое так далее деньги то такие нормальные ну вас же тот еще лечит массаж мне делают на этой стелла стеллаже ну неплохой такой механический правил то есть они говорят нет не просят люди спят им не надо им им достаточно это то есть они должны каждый индивидуально пробудиться захотеть вот это ну образно что-то потребовать и тогда им дастся вот как владимир владимирович говорил про шейте как шаханы или как там буфета города не не шаханы как сейчас не помню название но содовая да вот эта гора люди встали и отстояли на при этом при этом хабаровске встали но не отстояли так и стоят это уже как бы на созволение хозяина да тут я слушаю народ я добрый а тут что где давайте следующий вопрос что что еще там да лукавство то есть и вот тут я хотел зачитать вам уже пока не стемнело слова гурджиева завершить уже этим вот это например однако существует тысячи вещей которые препятствуют пробуждению человека удерживают его во власти сновидений чтобы действовать сознательно с умерением пробудиться необходимо узнать природу тех сил которые удерживают человека в состоянии сна прежде всего необходимо понять что сон в котором протекает человеческое существование это не нормальный а гипнотический сон человек погружен в гипнотическое состояние это состояние постоянно в нем поддерживается и укрепляется можно подумать что существуют силы которым выгодно и полезно держать человека в гипнотическом состоянии не давая ему увидеть истину и понять свое положение есть восточная сказка в которой рассказывается богатом волшебники у которого было много овец волшебник был очень жаден и не хотел нанимать пастухов не желал строить изгородь вокруг вокруг пастбище где паслись его овцы из-за этого овцы часто забредали в лес падали в пропасть и так далее самое же главное они убегали от него так как они так как знали что волшебнику нужны их мясо и шкуры и вот наконец волшебник отыскал средства он загипнотизировал овец и во первых внушил им что они бессмертны что сдирая с них шкуры им не причиняют вреда а наоборот такая операция будет им приятной и даже полезной во вторых во внушил им что он сам волшебник их добрый хозяин который так сильно любит свое стадо что готов сделал для него все что угодно в третьих он внушил им что если с ними вообще что-нибудь случится то это произойдет не сразу во всяком случае не в это не в один день а поэтому им и не стоит об этом думать наконец волшебник внушил овцам что они совсем не овцы что одни из них львы другие орлы третьи люди четвертые волшебники и после этого всем его заботам и беспокойством настал конец овцы никуда больше не убегали а спокойно ждали того часа когда волшебнику потребуется их мясо и шкуры эта сказка очень хорошо иллюстрирует положение человека ну не знаю точно не буду читать про кундалини тоже он так давайте на этом я закончу всем хорошего до встречи